Восемь выставочных вагонов, в каждом из которых показан переломный момент истории. В Ульяновске поезд победы остановился впервые. Гости экспозиции смогли пройти все те долгие годы сражений. Экскурсия начинается со стука колес. Его можно услышать через аудиогид, звуковую систему, которая синхронизируется с каждым конкретным вагоном. Участники выставки попадают в самое начало 40-х годов. Керзовые сапоги, одежа, военных лет. Здесь и девочка, что бежала на поезд и поцарапала коленки. И ее мама, что перед дорогой, что поет авоську. Погружение в реальность невероятное. Последние часы перед войной. За окном пока еще мирное небо. В каждом из купе на окнах проекция местности. Чем ближе к фронту, тем страшнее картина. В одном вагоне судьба объединила детей, матерей, солдат. Детализация не только в скульптурах героев, но и в их багаже. У каждого в руках медальон с запиской и фотография близких. На контрасте с первым вагоном показан второй окоп. Начало боевых действий. Первая оборонительная операция и нехватка опыта у большинства бойцов. И первые потери. Декорация иллюстрирует фрагмент линии укреплений на передовой в битве за Москву. Один из самых страшных вагонов. Лагерь смерти. Здесь и немецкие солдаты, и орудия пыток. Далее мы видим огромную гору, обуви и уже потом замученные до полусмерти солдаты. Выходя из вагона смерти, люди попадают в военный госпиталь. А уже после – в так называемую научную лабораторию. Здесь увековечены труды советских ученых, конструкторов и инженеров. Проходя вдоль экспозиции, Горюнов Федор Иванович не может сдержать слез. Ветеран Великой Отечественной войны вновь вспомнил своих товарищей, которые вместе с ним, плечом к плечу, сражались за победу. Вспоминаются, несмотря на прошедшие годы, все вспоминаются. Здесь все предусмотрено. И госпиталь, и баня, и сапоги керзовые, и бои, воздушный бой, пехосинцы. Прекрасно. В каждом вагоне предусмотрена интерактивная справка. Здесь можно увидеть сопровождающий видеоролик о хронологии событий. На выставке работали волонтеры. Каждый из них выступал координатором, следил за соблюдением эпидемиологических требований. То есть, есть ребята, которые ведутся непосредственно группы. Есть ребята, которые работают с дезинфекцией, потому что пандемию никто не отменял. Есть ребята, которые занимаются сопровождением именно самих вагонов. То есть, функции разные, интересные. Ребятам нравится. Следующий пункт назначения поезда Победы – город Пенза. Там состав остановится 1 июня, а уже после отправится в Тамбов и другие города России.